Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у меня в гостях журналисты и кинодокументалисты Ольга Шакина и Юния Пугачева. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас назвать уже кинодокументалистами, потому что вы работаете над документальным фильмом о Холокосте. Да, совершенно верно. Мы в середине процесса. У нас пока ведутся съёмки, ведутся в Латвии. А потом мы переместимся в Штаты и, возможно, в Канаду. Потому что география наших съёмок довольно широка. Мы начинали с того, что хотим снять док о выживших, Суваевос, в Холокосте, в Латвии. А они, в общем-то, после окончания войны разъехались по свету. Поэтому мы решили и в Америку тоже заглянуть. Мы уже делали съёмки в Берлине. И бог его знает, куда мы поедем ещё. Да, но не только, конечно, я немножко поправлю. Не только те, кто уехал после войны, но в том числе, кто и во время войны, и во время эвакуации покидали Латвию. Почему, кстати, выбрали эту тему? Как пришла эта идея? Вы знаете, я в связи с тем, что у меня заболел мой близкий человек, я провела много времени в Израиле. И вообще тема Холокоста, она близка моей семье. К сожалению, так получилось. И я всегда очень с детства интересовалась, переживала. А там, когда я была в Израиле, я сходила в музей Холокоста. И меня, конечно, это поразило. А потом я так сложилась, что переехала жить в Латвию из России. И познакомилась с еврейским сообществом здесь. И побывала в еврейском музее. Сходила, у вас есть потрясающий музей из Жаниса Либки. И меня вдохновило это на документальное кино, которое будет посвящено в том числе и моим родственникам. Ну, сложно в Латвии говорить о Холокосте, потому что мы знаем, что, например, в Литве Рутова Нагайта, которая написала книга «Наша», в которой, в частности, рассказывает об участии местного населения, то есть литовского населения в Холокосте, там есть достаточно серьезные проблемы. Да и в Латвии эта тема еще, как мне кажется, не до конца осмыслена, хотя, конечно, уже много сделано, потому что и политики возлагают цветы, и свечи ставят у хоральной синагоги. Но, тем не менее, это сложный разговор. Да, мы только что, на самом деле, буквально в пятницу, неделю назад был День памяти, мы были у мемориала на углу Гоголя и Дзернова, и я, собственно, столкнулась с президентом буквально, когда туда подъезжала. И да, официальный статус, конечно, есть у этого дня. Ты ощущала, что здесь эта тема как-то на что-то натыкается? Я думаю, что здесь как раз-таки об этой теме говорят очень много, и именно еврейская комьюнити делает действительно очень много, чтобы о Холокосте не забывали. Музей, который создал один из выживших, это Маргер Абрамович Вестерман, имеет, на самом деле он делал в одиночку, по сути, в 80-м году, имеет потрясающую коллекцию. Может быть, она сейчас представлена недостаточно современно, но с точки зрения материалов, которые есть здесь, и, кстати, директор нынешнего музея, это Илья Ленский, он достаточно юный, но знает тему Холокоста. Я даже не знаю, кто лучше него после Маргера Абрамовича об этом может говорить. Я считаю, что здесь как раз-таки говорят о Холокосте и поднимают проблемы, в том числе и связанные с людьми, которые, вы знаете, наверное, команда Ареса. Ну, Цукурс. Цукурс, да, дело Цукурса обсуждается активно. И здесь, это очень приятно, что именно здесь о Холокосте не забывают, и что даже президент, и даже все дипломаты приезжают на все мемориальные мероприятия. Ну, как бы, да, это протокол, с одной стороны, с другой, да, история с президентом Левицем такая своеобразная, да, как он, собственно, что он говорил о своих корнях и так далее. Ну, кстати, Леви, это же еврейская фамилия. Ну, разумеется, мы о том и говорим, собственно говоря. То есть, понятно, что по протоколу они все делают. Ну, скажем так, смотри, я интервьюировала уже когда-то Руту в Нагайты для канала «Настоящее время», для которого я работала как фрилансером, да. И, с одной стороны, конечно, есть такая своеобразная тема, но я ее даже, честно говоря, почувствовала сильнее в Литве. Вот, но я абсолютно не берусь говорить о каком-то институциональном антисемитизме, да. Вот, я говорила, например, с внуком Лансбергеса, да, и обсуждала знаменитую колонку, где он советовал Руте пойти в сосновый лес и подумать, не повесится ли ей на сосне. Ну, условно говоря, да, это, может быть, я немножко перехлёстываю. Но, скажем так, мне кажется, это просто конфликт, скажем так, такого внутреннего национализма, потому что как бы во времена Советского Союза, да, внутренние национализмы помогли как бы сохранить какую-то национальную идентичность балтийским странам, которые были как бы насильно присоединены, да, к Советскому Союзу. То есть это как бы такие колониальные национализмы, помогавшие выжить, да, вот, сегодня это наталкивается на всякие геополитические тоже дела, вот, то есть мне кажется, что это всё немножко просто чрезмерное повышение тона, вот, и, скажем так, мы не хотим никого судить, но надеюсь, что наш фильм поможет как бы превозмочь какие-то, возможно, конфликты в этой области и просто услышать человеческие голоса, Потому что для нас голоса выживших – это прежде всего человеческие голоса, которые, ну, бесконечно хочется слушать. Здесь мне кажется, что тема ведь осмысления Холокоста, она связана и с жертвами, и с палачами, потому что очень больно, наверное, любому народу признавать, что его, не знаю, представители участвовали в том числе в Холокоте. Это было в Латвии, это было в Литве, и, в общем-то, в этом участвовали местные населения. Почему я упомянул Цукурса? Потому что, в отличие от команды Ареса, который вроде бы как бы осуждён с Цукурсом, всегда есть некий манёвр. Ну, посмотрите, вот, хороший парень, он летал на самолёте и так далее, и вообще личность неоднозначная. И там вот как раз наступает вот эта тонкая грань, как мне кажется, которая мешает полному осмыслению катастрофы. Ну, Холокост, как мы знаем, переводится как катастрофа. Конечно, потому что исторически, как бы, историю вообще очень трудно осмыслять, да, посмотрим на Россию, там совсем слёзы. Вот, поэтому, но интересно, да, что мы каждому из наших героев, правильно, Юн, задавали вопрос, а вы, как сказать, хотели бы вы отомстить? И они все очень интересно отвечали. По-разному. Да, они отвечали все абсолютно по-разному, то есть какие у вас, ты знаешь, мы просто очень много с ними говорили, мы говорили многие часы. Потому что, ну так вот, чтобы просто все понимали, да, выжившим им уже под 100, реально под 100. Ну, а домой 98, 95 и 94. Да, да, абсолютно. То есть это, ну, в высшей степени это абсолютно разумные люди, там, мощные и так далее. Вот, и они, мы с ними очень много часов говорили, потому что как бы все так, как бы их там помощники, там, естественно, там есть армия каких-то вот людей, которые их берегут от нас. Вот, да, вот, они все переживали, что они утомятся. Нифига. Люди говорили с нами часа по два-три и хотели еще. И из-за этих многочасовые беседы никто из них как бы первый не начал упоминать какую-то историю про месть, про возмездие и так далее, и так далее. Вот, больше всего мне, наверное, понравилось, как Маргер Абрамович по этому поводу говорил, да, то, что, как сказать, что, грубо говоря, все вспоминают про Советский Союз, но вот про антисемитизм сегодня я бы не сказала, что кто-то из них так как бы… Это «Вестерманис». Да, «Вестерманис». У нас есть файл, давайте послушаем фрагмент интервью, которое он дал. Да, давайте я… Для вашего фильма у нас есть возможность послушать. Да, если можно, я предварю небольшой… Да. Да, если можно, предварю небольшим как бы анонсом. Дело в том, что мы как бы брали интервью сразу у Маргера Абрамовича и его супруги Хавы. Вот, они замечательно абсолютно рассказывали о собственной жизни, постоянно перебивая друг друга, и вот как это живо и прекрасно происходило, вы сейчас услышите, и они говорят, собственно, о том, как их преследовали уже после войны в Советском Союзе во времена дела врачей. Это было тоже довольно жестко, ну, в смысле, для них проблемы совершенно не закончились с окончанием Второй мировой войны, а только начались. Давайте послушаем. В 1953 году нас схватили в аду ночь, сыну нашему было, я не знаю, хоть с чем-то, отправляли неизвестно куда. А, ну, куда нас не отправляли, ну, почти. Это когда было дело врачей? Да, почти. На… Сегодня так можно говорить более-менее обстановкой такой доброжелательной, скажем, да. А так ведь боялись, что что-то узнают, и что-то прищют, и что-то припомнят. Мы сегодня там сидим и ждем вас. Воскресный день был. Ну, музей у меня выходной, мы немножко попозже лежим. Это коммунальная квартира. Я думаю, ну, кто-то пустил кого-то там, и шаги такие тяжелые по коридору, и стучат в дверь. А он говорит, ну, за тобой пришли. Это не в шутку. Ну, а, к счастью, это был знакомый, ну, Армироцкий, который, у него такая походка. Кто-то постучал в дверь. Неожиданно. Неожиданно. Немножко громче, чем обычно. А то не было никакого сомнений. Ну, это мы были только подростки же. Хау, какие подростки. Не думал, что мы с тобой в постели были подростками, я думаю. Ну, извините. Да, нет, у нас уже... Я потеряла ориентировку. Да, ну, вот фрагмент, который мы услышали, этот фрагмент войдет в фильм. Да, абсолютно. Это, чтобы вы понимали, я поясню, да. Это супруги Вестермана рассказывают о том, как в 1953 году они ждали, что им постучат в дверь и их заберут. То есть, они лежат в постели. Вот, они, кстати, постоянно упоминают, что вот мы лежим в кровати, а мы тралла. Абсолютно для них вот эта тема их отношений частных не табуирована. Это что-то отдельное. Они сидят, держатся за руки, рассказывают. Это будет видно в нашем фильме. И то, как его супруга поддерживает, это фантастика. Потому что я у Маргера Абрамовича брала интервью до этого. Он мне показался очень строгим человеком, директором музея и так далее. В домашней обстановке он абсолютно иной. Это очень здорово. Вот, и они, собственно, рассказывают о том, как они в любой момент ждали, что их приедут, заберут и увезут там в Сибирь. Вот, и, собственно, Хава рассказывала, что она работала врачом, это супруга Маргера Абрамовича. Ее тоже в 50-е призывали отказаться от мужа. Буквально. Ей начальница говорила, откажись от этого человека. Прикиз. Да, да, абсолютно. Вот, и такие вот у них были трудности. То есть, как бы жизнь тоже продолжала преподносить сюрпризы. Ну, я уж не говорю о том, что Маргеру Абрамовичу невозможно было, при том, что он историк, и фактически он пошел на исторический факультет для того, чтобы изучать, для того, чтобы хранить память собственного народа и так далее, ему невозможно было сделать, например, Холокост предметом своих, своей кандидатской и так далее, исследований своих официально, потому что в Советском Союзе это было довольно проблематично. Учитывая, что он не упоминал слово Холокост, он упоминал слово дискриминация и писал не только о евреях, он писал о цыганах и о латышах в том числе. Я хочу сделать небольшую ремарку о том, что мы снимаем фильм все-таки, да, мы говорим про Холокост, мы говорим про то, как про лагеря, мы говорим про войну, как они жили там, но основная все-таки тема нашего фильма, она связана с тем, что мы обсуждаем, как сложилась их жизнь дальше. То есть это судьба, это судьба, точнее. Да, потому что после такой травмы, которую они пережили, они много говорили об этом, я думаю, что мы все знаем, да, что происходило просто чудовищные, чудовищные нечеловеческие вещи по отношению к евреям, и они рассказывают, но мы смотрим в перспективе, как они пережили эту травму, кем они стали после. И вы знаете, очень много времени, вы представляете, что такое там 98-95 лет, и я всегда задаю вопрос, когда мы обсуждаем, зоне Йосиловича, он очень спокойно рассказывал, что происходило, как это было, он воевал за СССР. Наш берлинский герой, да. И вы знаете, вот несмотря на то, я спросила его, говорю, ну а что, вы помните ваше расставание с вашими родителями, он уехал из гетто, из Рижского, и вы знаете, на этом моменте он реально заплакал. То есть, человеку 98 лет, он действительно все это помнит. 95, прошу прощения. Да, 95. И он продолжает все это помнить, но то есть, история зоне такая, это на самом деле один из наших, наверное, ну уникальных таких героев, потому что он говорит впервые. А вот Маргер Абрамович, это вообще, можно сказать, селебрити, знаменитость, Израиль Хурин, легендарный тоже рижский портной, тоже, в общем, с ним разговаривали до этого медиа и так далее. Но вот Зоня Ясилович, это человек, которого мы нашли, Юна нашла самостоятельно, у него потрясающая совершенно история. Он расстался в момент оккупации Риги, он потерял свою невесту, потерял девушку, с которой он буквально только что начал встречаться. Его звали Рита Блонд. Рита Блонд, да. И была история, она ему позвонила, он кинулся, он работал шофером, он кинулся на машине спасать ее и ее семью. И он буквально зашел в здание, сказал ей, что и здесь, вышел, и ее не было. И он не видел ее после этого, сколько, в 50 века. Ну да, и он думал, что она умерла, а она думала, что он умер. Они не знали просто ничего. Потому что Рита переехала в Америку и там уже вышла замуж, а он после войны вернулся в Ригу и женился тоже на девушке, которая тоже была в лагере, по-моему, в Штутгахте. Да. Вот, и так получилось, что они случайно встретились, она уже жила в Берлине, она жила. В Соединенных Штатах и встретились они случайно здесь, в Риге, в Юрмале. Да. И они узнали друг друга? Да, да. И это было, он был с женой, она была с мужем. И вы представляете, что самое интересное в этой истории, они начали переписываться. И через год умирает ее муж, а еще через год умирает его жена. И они встречаются и еще живут 25 лет счастливой жизни вместе. В Берлине. Она не так давно ушла. Да. То есть они нашли друг друга спустя полвека и получили 25 лет. Вот такая любовь. Да, звоните нам, я вижу, что уже начинают звонить наши радиослушатели. Телефон, напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 230-6191. У нас сегодня в гостях журналисты Ольга Шакина и Юня Пугачева. Они снимают фильм под рабочим названием, я подчеркну, как жили дальше. Фильм о выживших во время Холокоста. Как мы уточнили, не о Холокосте, а о выживших. И о том, как сложилась их судьба. Вот мне всегда интересно, когда мы начинаем работать над какой-то темой, у нас есть одно представление. Когда начинается работа, это все меняется, корректируется, какие-то различные, выбираем уже другие маршруты. Вот у вас так же было, да, Вера? Абсолютно. Абсолютно. То есть, изначально, мы снимаем этот фильм с телеканалом «Рига-24». Собственно, это их была идея изначально, и еврейская община, и нас уже выбрали. Вы снимаете на русском языке? Ну, у нас будут субтитры. Субтитры, да. Субтитры, потому что у нас она на английском языке, и мы даже хотели перевести на идиш. Вот. И, конечно, когда мы начинали, мы... Нам вообще, мы поняли вот что изначально, что каждое слово человека, который выжил, оно имеет огромную ценность. Вопрос о том, почему это сейчас актуально и важно, во-первых, потому что говорить о травме как таковой, с ними мало кто говорил. То есть, мы знаем, что у нас было такое, я думаю, что многие читали, и Виктор Франкл, это известный психотерапевт, который выжил в Освенциме, и Эдит Эггер, это она писала книгу недавно «Выбор Софии», она тоже пережила Освенцим и переехала в США. И они писали, соответственно, о своей травме, о том, как они ее преодолевали, и они занимались психотерапией. И, конечно, когда психотерапевт имеет такую травму, он может с тобой говорить немножко на другом уровне, так сказать. И, конечно же, в современном мире говорить о Холокосте людям, которые это не прошли, это неприлично, какие-то сравнения проводить, аналогии. А то, что происходит сейчас в современном мире, многие вещи, они, наверное, могут натолкнуть о том, что Холокост может повториться. И, конечно, мы задаем такие вопросы, и я считаю, что только люди, которые выжили, имеют право проводить какие-то параллели и сравнивать это не выглядит кощунственно. Вот интересно, что Вы сказали о том, что мы рассматривали возможность перевести на идиш, не на иврит, а на идиш. Идиш нередко называют языком, на котором говорили в концлагерях. Это не случайно? Потому что на идиш ведь говорят сейчас меньше, чем на иврите. Да, не случайно, конечно. В этом есть смысл. Для многих из наших героев это просто первый язык. Это просто первый язык, потому что те же самые вестерманы, когда сидели у нас перед камерой, они как бы... Идиш немецкий, они говорят, нам не хватает русских слов. То есть русские, это как бы... Мы на самом деле говорим с героями на том языке, на котором они хотели бы говорить, но как бы, к сожалению, мы владеем только русским и английским сейчас. На идиш мы им ответить не можем, но вот единственное, что мы можем сделать, это действительно перевести, наверное, как бы на этот язык потом материалы. Для музеев мы хотели бы, чтобы эти фильмы... Премьера состоится в Латвийском музее, а потом, и, соответственно, возможно, другие музеи по миру примут этот фильм, и, конечно... Ну, такая дань уважения к вашим героям. Конечно, конечно. Но вы знаете, что касается именно латвийских евреев, да, хочу отметить, что на самом деле у многих первый язык был немецкий, поскольку они... у них было принято говорить по-немецки, и они уже потом учили идиш, и потом они уже учили русский, и уже потом его выучили, и мало кто знал даже русский. Русский там совершенно не первый, и не второй, да. И хочу подчеркнуть, что вот, кстати, Израиль Хурин, который был очень известным портным в Советском Союзе, он упоминает о том, что он шил костюмы Райкина, Утёсову, что он летал к министрам, ко всем. Они даже не знали, что он еврей, ну, как бы... Потому что он имел потрясающий русский, который он выучил, будучи в лагерях. Вот, когда он со мной встретился, он сказал, на каком языке мы будем разговаривать? Я знаю пять. И он фантастически владеет этими языками в 98 лет. Причём он знает пять, но не английский. И он встретил юный, я помню, помнишь, когда он приехал в музей с нами разговаривать, он слышал, I don't speak English, он первым делом мне сказал. Он говорит, нет-нет, мы по-русски нормально поговорим. Вот, так что, да, на самом деле у нас идея, собственно, закончить фильм, по крайней мере, рабочую версию к концу ноября, да. А 30 ноября – это как бы не случайная дата. Да, это, собственно, день расстрела в Румбуле. Да. День памяти один из... Не памяти. Да. 4 июля и, соответственно, 30 ноября. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, потом мы вернёмся и продолжим наш разговор. Журналисты Ольга Шакина и Юния Пугачёва, авторы фильма с рабочим названием «Как мы жили дальше». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Встретились, поговорили». У нас в гостях сегодня журналисты Ольга Шакина и Юния Пугачёва, авторы фильма с рабочим названием «Как мы жили дальше» о людях, выживших во время Холокоста и об их судьбах. Мы продолжаем наш разговор. Звоните нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Если вы слушаете нас за пределами Латвии, код плюс 371 и номер WhatsApp 230-6191. Мы продолжаем. Вот у нас есть ещё один файл, собственно, о том герое, о котором мы говорили уже. Ой, да, я сейчас предварю это небольшой подводкой. Это потрясающий наш совершенно герой, тоже наш рижский герой Израиль Хорин. Я, честно говоря, и он даже забыл его отчество. Ты помнишь? Он говорит «Просто Израиль». Просто Израиль. Да. Вот. Это фантастический человек, 98 лет. С яснейшим умом и, главное, он невероятный франц. Это человек, который подбирает каждое утро себе как-то потрясающий совершенно гардероб, цвета, материалы и так далее. У него обязательно платок. Обязательно шейный платок, твит, всё там. Строчки, всё. Я пришла в платье российского дизайнера, моей подруги Ульяны Сергеенко, и он оценил вообще всё. Он говорит, сейчас такой оверсайз, это модно. Крой, да. Крой, такой свободный. То есть, он оценил. Абсолютно. Абсолютно. Он рассматривал, всё трогал. Хвалил. Да, нас, значит, это легендарный, собственно, рижский портной. То есть, мне ли вам рассказывать, да, что портные в советские времена в Латвии были не последними людьми. Вот. И он, собственно говоря, нас предупредили, что вот там, он, возможно, слышит. Он пришёл, и три часа, это был практически монолог. Он нам рассказывал обо всём на свете. Это вы увидите, собственно, в нашем фильме. Конфликты с ОБХСС, КГБ, левые заработки, шитьё ряс для православной церкви. Всё. Он называет балахоны. Я шил им эти балахоны. Вот. И сейчас, на самом деле, мы послушаем фрагмент как раз-таки не юмористический, хотя интервью его было полно всяких шуток, анекдоты он Юне рассказывал. Самая ирония какая. Невероятная. Потрясающе, да. Он не понял сначала, как Юну зовут, и был уверен всё время, значит, во время разговора, он был уверен, что её зовут Юда. Юда. То есть, собственно говоря, идеальное, идеальное, наверное, иудейское имя. В принципе, так и есть. И мы сейчас послушаем о том, как он рассказывает, собственно, как он выживал уже в немецком лагере и как он, собственно, начал работать портным там. Да, попросите нашего сукорежиссёра поставить этот фрагмент. Это вызывали всех. Драй, трейд, нокфорн. Три шага вперёд. Эти, которые назвали это, 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 просто и всё. Вставили немцы с большими животами. Их отбивали, сажали в машину, одевали чистую, пусть и вшивую вот эту арестантскую одежду и увезли на работу. Вот так и так начали искать и сапожников, и портных, и часовых мастеров, и фотографов, и радиотехников, и парикмахеров. Все, которые есть в лёгкой промышленности. И я попал в эту группу портных. Вот с этого времени я фактически стал жить. И знал, почувствовал о том, что и здесь есть момент спасения. То есть, во-первых, тепло. Более-менее, не зима, не на улице. Эту еду, которую они дали, всё-таки было... Это каша была, которая гневая, плесневая. Но она была больше. Сама объект была красной виске, алюминиевая. И была вода и листья от бураков. Она толковала, сварена, и на этом всё. Это был обед. Утром в 4 часа утра пел, и выстраивали, что в очереди из лагеря на улицу. И в дверях стояли это капо, это лагер полицай, и давали полу буханки хлеба. А хлеба, лапилки. И мазок. Мед искусственный. Ап, ап, ап. Это был твой рацион на целый день. Да, ну вот такой фрагмент, который рассказал герой фильма «Как мы жили дальше». Да, Израиль Хурин. Но, надо сказать, Израиль в последующей своей жизни, собственно, он совсем юным. Пропутешествовал по всем этим жутким местам. 5 лагерей он пережил. 5. Да, вот. И уже в советской, собственно, жизни он чрезвычайно отыгрался за все свои лишения. Он нам очень-очень подробно. На самом деле, у нас все герои, с которыми мы пока что говорили, это абсолютно разножанровые такие фильмы. То есть, есть более трагические какие-то, как бы, есть трагические регистры, мелодраматический регистр, какой-то сатирический регистр. Вот с Израилем это совершенно такая вот комедия-положение, или, вы знаете, даже как ренессансный такой есть жанр, литературная история плута. Вот он абсолютно в этом жанре существует. Он нам рассказывал невероятные вещи, как он, значит, в Советском Совете жил, и все время подчеркивает, я очень люблю хорошую жизнь. Я заказывал журнал им вот из Германии, там, отсюда, оттуда. Я люблю жить красиво. Он всегда это говорит, и до сих пор, на самом деле, он так и живет. И что интересно, я, кстати, я вот вспомнила в связи с Хуриным по поводу того, как он относился к своим угнетателям. Он говорит, ну, не все такие были. Когда он шил, там были немцы, которые проносили ему кровяную колбасу и подкармливали их. Поэтому здесь очень неоднозначная история про коллаборационистов, в том числе и немецких, которые работали в этих лагерях. Безусловно, были звери. Но коллаборационисты, да, это как бы местное население, а немцы... Не только, в том числе и немцы были. Нет, немцы не могут быть коллаборационистами, потому что немцы, как бы, это были завоеватели. А коллаборационисты, это те, кто с немцами, как бы, это самое, да. Но я понимаю, что ты хочешь сказать, то, что немцы, как бы, тоже были рады. Нет, это были не военные, я имею в виду те, которые работали с ними на фабрике. Я понимаю, да-да-да-да-да. Но, как бы, немцы, ты имеешь в виду, латышские? Да. А, ну, может быть, тогда да. Но, значит, действительно, это то же самое, о чем нам говорил Зонни, да? То, что, как бы, он не возьмется, как бы... Мы у него спрашивали, он вот живет сегодня в Берлине. Ну, вот вы возлагаете какую-то там вину на немецкий народ? Мне вообще все равно, кто и что. То есть, были немцы плохие, хорошие. Но он не ездит в ту зону Германии, в те районы. Хотя, вы знаете, что, когда он идет по улице, особенно около его дома, очень много табличек. Немцы же сделали такую историю, что кто где жил. Ну, это вот имеется в виду, да, знаменитые вот эти вот, как бы, медные... Медные, да-да-да, эти вот... Бруски. Да-да-да, кускай брусчатки знаменитые, да-да-да, где написано... Имя, фамилия, когда были депортированы. Да-да-да, конечно, конечно. Рядом с ними это легендарные вот эти вот берлинские штуки, естественно, да. Вот, но он едет в Восточный Берлин, да? Да. Ну, вот интересно, вот тему, которую вы затронули, это про людей. Потому что, понятно, когда мы говорим о нацизме, когда мы говорим о Холокосте, я всегда думаю на эту тему в том смысле, что ведь, когда это всё начиналось, не было Гугла, и никто не знал, к чему придёт Гитлер, когда он начинал в Мюнхенских пивных и так далее и тому подобное. То есть, сейчас, когда мы смотрим на это уже с точки зрения истории, после Нюрнбергского трибунала, мы знаем, как эта история развивалась. А тогда рядовой там немец, который вдруг начинает верить этому диктатору, как мы позже узнаем, вот это отношение к людям, отношение к народу и даже отношение к тем, кто служил на другой стороне, какое оно у них? Вот они рассматривают и с этой точки зрения тоже? А, слушай, ну... Можно вспомнить историю, когда он остался у этих немцев на передержке, когда закончилась война? Да, 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 да. Ну вот Зони нам сказал, что советский, как бы при всём при том, что он различает хороших и плохих людей в первую очередь, да? Да. Но к советским у него отношения хуже. Несмотря на то, что он прошёл через... Это было удивительно. Да, да, он сказал, Советский Союз – это хуже, чем Гитлер. Да, абсолютно. Вот, а что касается Вестермана, то у него совершенно... Ну, как бы мы его не спрашивали, да? Конкретно такой вопрос мы ему в лоб не задавали, но я спросила, почему у вас только один ребёнок? И он сказал, слушайте, я боялся заводить больше детей в Советском Союзе. Мы продолжали жить ещё в постоянной опасности. Теографа и так далее и тому подобное. Абсолютно, конечно. То есть, то, что для него как бы... Советский Союз – это была для него жизнь всегда на сопротивление. Профессионально, семейно. То есть, это жизнь на сопротивление. На самом деле, мы совершенно искренне у него интересовались, почему он не уехал. Но, как бы, они просто опасаются каких-то пафосных слов, да? Потому что, когда люди все это пережили, да ещё и на такой дистанции, как бы, они, конечно, избегают какого-то лишнего пафоса. Но, на самом деле, понятно с тем же Вестерманом, что абсолютно точно, мне кажется, он считал своей миссией сохранение как бы памяти о Холокосте здесь, в Советском Союзе, где её планомерно абсолютно давили. Да. Было же и ленинградское дело, например, известно, и так далее. У нас был, кстати, один из фигурантов этого дела в студии. Он к нам приходил. И потом была эмиграция, причём несколько волн. Вот не звали? Вернее, как вот они вот этот элемент, когда можно было уехать, не хотели? В Израиль, в Америку. Этот самый, ну, Хурин высказывался абсолютно чётко по этому поводу, что его, как бы, Хурин – роскошный франт. Как бы, он человек, который не приемлет для себя средних условий существования. Он абсолютно чётко сказал, что ребята… Пусть я буду королём здесь. Конечно. Лучше это самое, как бы, у него были здесь, он устроил себе очень хорошую жизнь. Он был великолепным специалистом, а вот он знал, как вскрывать левые доходы. Вот, это абсолютно отдельная авантюрная история. Вот, и он не хотел там на вэлфер. Он сказал, что, как бы, там живёшь в этой богатейшей стране, нищим человеком, спасибо. Не его говоря. То есть, буду первым парнем на деревне, да? Абсолютно, да. И он до сих пор абсолютно себя им же и считает, и таковым и является. То есть, ему просто он… Он, как говорят американцы, я не покупаю это, Хурин это не купил. Вот, я так понимаю, что для Вестермана была это тоже… Ну, как бы, они тоже избегают прямо об этом говорить, но я так понимаю, что для них с Хавой это была какая-то совместная. То есть, какая-то вот история, что они отсюда не хотели уезжать, потому что Хава делала вот эту врачебную карьеру, как бы, они, не знаю, вот честные, как бы, они почему-то предпочли вот эту вот прямолинейную такую честную жизнь здесь. Вы не пытались в своём фильме исследовать природу антисемитизма? Потому что это настолько, как мне кажется, загадочная история, потому что антисемитизм был, мне кажется, тысячелетия, и никуда он, по большому счёту, не уходит. Конечно, абсолютно. И почему, казалось бы, народ, который подвергался и гонениям, и холокосту, и так далее, и всё равно. Это, в общем-то, живее всех живых. Говорят по-разному. Чётче всего, на самом деле, высказывалась Хава. Причём она даже противоречила Маргеру Абрамовичу, да? Да, да, всё время с ним спорила. Она, во-первых, всё время, в принципе, с ним спорила, а, во-вторых, он всё время, ну, он как бы такой, он был прогрессивный парень, очень левый, антифа, вот это всё, как бы интернационализм какой-то. А она всё время подчёркивает, что мы всегда были особенные. Мы были всегда не такие. Вот так вот вышло, что всегда мы как бы были наперекор. И, в общем, подчёркивает вот эту отдельность, которую ни за что не превозможность. И в этом смысле её позиция, наверное, кстати, близка современной политике идентичности, исследования, которые мы наблюдаем в Америке во времена сейчас Black Lives Matter и так далее, мы отдельные, никому нас не понять и не пытайтесь рассказать нам, кто мы такие. И она всё время там одёргивала мужа, что нет. Помнишь, как она говорила, что… Хороший был человек, но еврей. Да, она всё время вспоминала, как кто-то сказал, хороший был человек, но еврей. Вот это «но» – это и есть ведь признак национализма, антисемитизма. Когда появляется «но», то, соответственно… Я не гомофоб, но… Правда, всё, что «но». То, что после «но». Да, 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 абсолютно. И поэтому вот она очень так вот яро об этом высказывалась, то есть она своей идентичности помнила всегда. Маргер Абрамович более такой вот интернационалист. Но я хочу… Подожди, надо тебе сделать такую ремарку, что Хава, она всё-таки не прошла концлагерь, что она жила в эвакуации, они успели уехать. Да. И жизнь в эвакуации – это тоже отдельная вообще история, это было ужасно. Отдельный опыт, потому что как бы в эвакуации тоже никто, никого не любил, не сладко было там. Особный мир, конечно. Конечно, конечно. То есть, грубо говоря, она прошла через… Как бы она черпанула свою порцию экзистенциальной, как это, то, что по-английски называется anxiety, да? Она черпанула свой как бы опыт в этой эвакуации, который ей раз и навсегда как бы в ней отпечатывался тем, что никто никогда тебя не… Как бы ты всегда будешь отдельная. Не примет. Да. Да, абсолютно. Вот. Что касается Хурина, он как раз… У него была жена русская, собственно, его любимая. И до недавнего времени у него была его, значит, обожаемая компаньонка Оксана, которая к нему приходила домой и, значит, была его собеседником и это самое как-то там и прибирала их, и кормила, и так далее. Вот. С которой он обожал тоже болтать и так далее. Вот. И он как раз, мне кажется, не… Но при этом он говорит, я хожу в синагогу и так далее. Каждую пятницу он ходит в синагогу. Я его спросила, когда был концлагерь, когда он был в концлагерях, не потерял ли он веру. Он сказал, тогда я жил вне Торы, вне правил, вне заветов. Это было время, когда я выживала. Он говорит, многие люди молились, кто-то там тогда верил. Он говорит, я вот после этого я пересмотрел. То есть на время того, когда он был в лагерях, он жил не по тем законам. Ну, вот всегда, мне кажется, в таких темах, когда мы говорим о людях, переживших какие-то страшные вещи, есть такая опасность, как ошибка выжившего. То есть мы говорим и с теми, кого мы знаем, что он выжил и, в общем-то, ну, стал, если не успешным, по крайней мере, он выжил, да, то многих ведь сломало, и мы об этом ничего не знаем. Вот думали об этом? Конечно, конечно. На самом деле мы, почему, собственно, и озлоглавили фильмом, ну, рабочим образом, как мы жили дальше, да, а потому что нас как раз как бы это, ну, знаете, когда Лансман уже снял шоу, да, многочасовое полотно, то не нам разбираться в нюансах того, что происходило, да, это слишком было бы нагло с нашей стороны, но нас интересует история выживания далее, когда ты уже как бы, есть же еще как бы травма выжившего, да, разнообразная. И как ты с этим потом живешь. Конечно, как ты живешь с тем, что выжил ты, а не другие. Ты видел, как умирали там гигантское количество товарищей твоих, гигантское количество людей, с которыми ты сблизился. Ты как бы жил в среде, когда выжить было исключением. И почему именно ты? И ты чувствуешь, может быть, вину, может быть, у тебя, наоборот, появляется комплекс, что ты что-то можешь больше, чем другие и так далее. Мы как бы рассматриваем историю сувайверов через призму современной такой очень важной для нашего времени категории травмы, да, как они справлялись с этой травмой после того, что произошло. Именно из-за этого, например, очень для нас важна такая героиня американская, да, и мы надеемся, что мы с говорим, Эдит Эггер, которая, собственно, американский психоаналитик, психотерапевт, психолог, которая написала об этом целую книгу. Вот. О том, как эта категория травмы как бы преломляется в дальнейшей твоей жизни после того, как ты через эту мясорубку прошел, что с тобой происходит. Кстати, Маргер Абрамович сказал, что когда, во-первых, когда уже закончилась война, он говорит, ну, я же еврей, они его посадили в тюрьму. Он говорит, в дальнейшем разбирательстве. Он говорит, ну, докажите, что вы еврей. Он говорит, я даже сначала, я сутки сидела, думаю, ну, как я могу доказать? Говорит, только потом мне пришел в голову простой способ, и я начала кричать, подойдите, посмотрите. Я вам на стол положу. Да. То есть это настолько... И он сказал, что после того, как закончилась война, единственное, что помогало ему выживать, это вот была водка. Да, он говорил, что... То есть он пил? Все пили. Да, он говорил, что пили категорически все. Все, говорит, Курляндия просто стояла на ушах, потому что в первые годы без какого-то допинга просто было невозможно вспоминать. Сны, кошмары, снились, снятся, звуки. Он говорит, невозможно было. Он говорит, ты вот вроде как жила в стрессе, спал в лесу крепко под этими пулями и прочим. И тут ты оказываешься в другой жизни, более спокойной, и тебя накрывает. Именно накрывает после. Как он говорил, дуло эти, что ты вспоминаешь дуло эти, которые наставлены на тебя. А потом потрясающее было у него совершенно воспоминание о том, как он буквально уже после... У него уже потрясающая история, но вы тоже как бы в нашем фильме это все будет рассказано им самим, о том, как он сбежал уже при транспортировке, собственно, когда уже вот этот вот как бы путь смерти, когда их уже... Когда все уже было понятно, что как бы все накрывается медным тазом, их уже перебрасывали пешим маршрутом уже в врачете... Марш смерти. Да, врачете на то, что все дорогие умрут. Он уже сбежал, приснился к партизанскому отряду и так далее. И вот его воспоминание, как он идет по улице и понимает, что с ним сейчас ничего не сделают. Он может просто впервые за долгие годы спокойно идти по улице. Это фантазия, как он об этом рассказывает. Вот. И что когда вот это все закончилось, действительно все адски-адски пили. Ну, а потом началась прекрасная история с советским практически официальным антисемитизмом. Вот. И они с Хавой вдвоем в один голос говорят, что если бы Сталин умер чуть позже, мы бы уехали в Уссурийскую тайгу. Им просто повезло, что за две недели до его смерти. Да. А потом началось отцепель и потом, в общем... Да, но исторически это как бы неподтвержденная информация, да, то есть мы точно не знаем, было бы ли... Да, что было бы, если бы. Ну, это как бы не просто неподтвержденная информация, да, это слогательное наклонение, так называемое. Ну, и дело врачей, в общем-то, много достаточно таких ярких событий в негативном ключе. Ну, если вот у нас немного времени остается до конца, ваш фильм рассчитан на фестивали в первую очередь сейчас? Какие у вас планы со спродажей? Я расскажу вот что, что на самом деле никакой фильм, когда он делается, не рассчитывается как бы для фестивалей. Конечно, всем хочется всегда показать фильмы на фестивале, потому что на фестивалях очень чуткая профессиональная публика, вот. И это очень классно получить сначала, скажем так, ее оценку и так далее. Но это в том числе и путь в мир, по большому счету. Конечно, более того, фестивали – это, конечно, великолепный, что сегодня называется, хайп для того, чтобы потом нашли, как бы нашел фильм «Дорогу к зрителю». Конечно, было бы классно, если бы нас взяли на всякий фестиваль, и, конечно, мы будем копию фильма, когда мы закончим, его рассылать по фестивалям, несомненно. Но прежде всего, честно говоря, мы делаем это все для того, и фестивали, на самом деле, тоже для нас, путь к тому, чтобы максимальное количество людей сегодня посмотрело эти монологи. Потому что мы даже как-то хотим их минимально что-ли монтировать или как-то… И, честно говоря, придумали, что, возможно, после премьеры мы сделаем сайт, где все монологи наших героев будут выложены uncut, да, целиком исходники, потому что вслушиваться в эти голоса сегодня абсолютно необходимо. Все, как бы, великие трагедии, да, модерна, вот эти вот все великие, ну, как бы, жуткие вот эти вот массовые убийства и все вот эти, как бы, кошмары, Холокост, большой террор в СССР, китайская культурная революция, красные хмеры, что угодно, это… Всем кажется, что это, как бы, не повторится, да, то есть, как бы, трагедии потом повторяются, как фарс. Не факт. Ну, а что, Хурин же, помнишь, когда он давал нам интервью, он сказал, что то, что происходит в Америке, когда были погромы, связанные с Black Lives Matter, он сказал, что ему это напомнило «Хрустальную ночь». Ну, Хурин, на самом деле, да, сказал, что погрома у погрома, как бы, не бывает окраски, погрома он всегда погром. Вот, там тот же Вестерман сказал немножко иначе, да, но, тем не менее, вот все явно совершенно, что мы находимся в момент, даже не на пороге потрясения, а что потрясения сейчас, как бы, потрясают мир именно в данную конкретную секунду, там, минуту. Но стабильность очень хрупкая, ведь всё может измениться. И, кстати, этот эксперимент, который в Стэнфорде проводили, он очень быстро показал, что происходит с человеком, как только перестают работать некие сдерживающие механизмы. Слушай, ну, недавно, кстати, его недавно опровергли, и там, на самом деле, был очень, ну, как бы, стэнфорский эксперимент. В общем, дорогие друзья, если вам интересно, погуглите это, там всё оказалось не так однозначно, там были немножко потасованные результаты. Ну, я верю в людей в этом смысле. Я тоже. А слабь механизм, и, в общем, всё начнётся. Мне кажется, мы не изменились со своих предков, которые Я вот верю наоборот, да, но, несомненно, всегда должны быть сдерживающие какие-то механизмы, и, на самом деле, очень хочется верить, что живые голоса наших героев, живейшие, они станут как раз одним из тех сдерживающих механизмов, который как-то предостережёт людей от превращения в очередной раз в толпу, которая готова грызть и убивать. Ну, знаете, да, можно даже привести такую параллель, связанную с ковидом, что когда только это всё начиналось, и, допустим, в Москве избивали лица каких-то китайцев. Как мы все набрасывались на людей в масках или на людей без масок. Или которые кашляли, вот тут, не дай бог, ты же сразу испытываешь такую ненависть. Я закатывался в маршрутке, я это ощутил. Вот, абсолютно, абсолютно. Ну, что ж, будем на этом заканчивать, и напомню, что журналист Ольга Шакина и Юня Пугачёва, авторы проекта, фильма «Как мы жили дальше», это рабочее название, над которым они сейчас работают, были у нас в гостях. Ну, что ж, будем дать премьеры, спасибо вам, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.